Субтитры делал DimaTorzok С природы впереди нас ждет много интересного К красивому монастарю По каши готовил, там муравьев точно было Давай на полях Полилось Давай надевай Да надо лодку спрятаться тоже Давай сейчас еще и лодку куда-нибудь под деревья туда закинем Вон Контент пошел Да мы донесем сейчас Да мы сейчас донесем опять Одним ходом Да сейчас донесли 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 Просто обалдеть Она вообще льет как из ядра В принципе и здесь не слабо Пойду-ка я в дом спрячусь О-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о-о Прийти у нас Санек Блин, даже телефон не взяли Такой-то мужик мимо проходил, увидел с лодками нас, говорит, вы что, куда? Мы говорим, да вот на УСУ хотим выйти, на речку. Вот он говорит, а у меня, говорит, дом есть. То ли на продажу, то ли что. Я не понял, не до этого было. Вы сами видели, там ураганный ветер начался. Вот такая избушка. Света здесь, правда, нет. Но, возможно, нам придется здесь ночевать сегодня. Вот это приключение. Тут даже печка есть. Смотри, какая старая. Ну да, светлый. А он же сказал, что что-то там свет то ли отключили, то ли что ли. Да он, проводки даже никакого нету. Ты вообще какой ветрищик был? Поднялся вообще у нога. Я думал, там нашел эту байдарку, что унесел куда-нибудь в УСУ нафиг. Ну и во время мы с Волги вышли. Ну да, кстати, вот главное, что прикол, чуть бы разменули с ним, все, и что бы делали. Да. Ну так вот. Короче, кровати тут дофига у нас. Если человек, и диван, и тут диван, и там кровать. Ну он что-то светлеет. Да, я гипсов, смотрю, да, может посветлеет, развеется. Ну пап, если такой поле травмисто будет, конечно, верёбка. А, можно катить её, прям тащить, да, олоком. Вот в таком ключах, а это олоком и дырёбка есть можно, кстати. Печка-то непростая. Вода сюда, видимо, заливается, когда уже нагревается. Вот здесь можно набирать её. Несколько засовов у неё. Один, второй, и вон там третий. То есть дымоход в трёх местах перекрывается, что ли? Может быть, потому что там несколько каналов. Здесь какой-то... Ох ты, шкаф какой-то духовой, что ли, я не знаю. Что-то дымит тут немного. В самом деле, что в доме дыма нет, не дымит она. Печка хорошая, работает. Да, мусор какой-то вот здесь лежал. Я решил его поджечь, посмотреть вообще. Печка работает, функционирует. Постоянно в моей поездке покупаю с собой еду. И прекрасно, что я пользуюсь картой Тинькофф. Ведь у неё есть огромный ряд преимуществ. Начну, пожалуй, с самого главного. Карту мне привезли бесплатно, в заранее оговорённое время. И не пришлось тратить время, ехать куда-то в банк, тратить свои нервы в очереди. При покупке у партнёров вы можете получить кэшбэк до 30%. Вроде тут копейка, там копейка, а в конце месяца набегает приличная сумма. Можно снимать наличные без комиссии в банкоматах Тинькофф и в банкоматах других банков. А вчера жене не хватило денег в магазине. И буквально в два клика я перевёл ей деньги через СБП. Ещё и без комиссий. Хотите получить заботу от банка? Тогда вам в Тинькофф. Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить карту от надёжного банка и начать пользоваться всеми её преимуществами прямо сейчас. Спасибо этому, да? Это настоящая хардкорная кругосветка. А не что-то там. А то заказывают себе доставку лодок с одной реки на другую. У нас всё к настоящему. Оригинальная кругосветка. Только жесткач. Ну, половину пути мы уже точно прошли. Решили в доме не оставаться, ночевать. Потому что, во-первых, хозяин сказал, что его уже вскрывали, этот дом. Ну, мало ли кто придёт. Всё-таки здесь и трасса близко. Нам кажется, что безопаснее будет в ночь плыть до землянки. Оптимисты лучше там поспать и отдохнуть. Ну, как в рулоке. Да. Есть такое полное повторение истории. Блин, да, реально, как в рулоке на волке. Но верёвка всё-таки нам пригодилась. Не зря мы её тащили весь поход. Вес никакой. Но какую важную роль она сегодня сыграла. Метров, наверное, 300 по полю мы пронесли лодку. Волоком. Земля как раз после дождя. И не зря мы в домике отдохнули. Я прям даже вздремнул. Ты тоже, да, поспал? Да. Вот. Уже вздремнул. Нормально. Вздремнули, часик полтора и повалялись. Просто покайфовали. Блин, поезд. Зашли же до ЖД-дороги. Уже привязали один конец верёвки к лодке. А вот сейчас за второй будем потихонечку тянуть. Женёк, готов? Готов. Я тоже готов. Да видим, видим, видим. Москвичи привет вам. Ладно, у нас тут своё занятие. Последний эпизод переноски 400 метров до реки по грунтовой дороге по лесной. Мы это сделали. Ты как, живой? Живой. Народ отдыхает. А мы тоже отдыхаем, но по-своему. Ну что, поехали. Сегодня луна яркая, прям вот сзади. Нас, надеюсь, видно. На крайний случай, если что, будем включать фонарики, если вдруг кто-то пойдёт навстречу к нам. Ну, какая-нибудь лодка. Но вообще эта река менее судоходная, нежели Волга. Поэтому риск встретить с кого-то очень мало. Время полдесятого. Уже четвёртый день сегодня, повторюсь-таки. В принципе, идём мы вообще с опережением графики. Если честно, я думаю, что мы, землянки-оптимисты, будем плыть где-то на пятый день. А мы идём прямо на сутки, опережая наш означательный план. Единственное, тяжело тоже ориентироваться а только по навигатору идём. Потому что, ну, вот так вот вообще непонятно, куда плыть. Огни есть, но, соответственно, туда, куда мы плывём, там огней не должно быть. То есть, точка в лесу, которой надо доплыть. Самое главное, что, как мы не издевались над байдаркой, да, самое главное, что она нигде там никаких дыр не имеет, что-то, не знаю, трещин, то есть, пока вода не затекает к нам сюда, вниз. Это прям хорошо. То есть, крепко, надо сказать. Проверку на прочность она совершенно точно прошла. Мы её там чуть ли не через рельсы волокли, волоком тащили. Рыжая бестья выдержала испытания. Рыбка, рыбка ещё увидел? Ты чё такая дерзкая? Смотри, вообще боржа какая-то. Совсем тут обнаглели, что ли, а? Мне вообще пофигу, по-моему. Какие-то, оголтевшие. А где ж? Где ж вход-то? Дорогу найти не можем. У меня точка-то стоит, оказывается, но не на то место. Так, что у нас? 21 градус, нормально. В принципе, не холодно. Здесь всё, по-моему, по-старому. Почти. А что-то... Нет? Как будто это был. 22-23 градуса. Печка не тёплая, нет? Нет. Вообще, хорошие туристы после себя оставляют дрова. И нам бы сейчас, конечно, не пришлось бы мучиться с ними. Время пол первого. Разместились. У нас тут, конечно, бардак. Сейчас, ещё завтра всё разберём. Всё здесь пока в порядке. Особо не осматривались. Не до этого. Тоже, тоже завтра всё осматривалось. Единственное, мы крайне недовольны тем, что здесь не было дров. Благо, он в бане нашли. Хоть там всё не израсходует. Потому что вот сколько мы приезжали... А, ну мы-то вместе один раз приезжали. Я приезжал постоянно, здесь дрова заготавливаем. И в огромном количестве. Ну, блин, сожгли. Ну, хотя бы просто стопку дровишек оставили около печки. И то хорошо. Вот так вот люди с пути придут. После долгого пути уставшие. Чё, бегать и дрова тоже собирать искать. А если это зима была бы? Там минус 30, например. Вообще, да, жесть. Вообще. Так что это очень-очень нехорошо и неправильно. И некрасиво так делать. Самое главное, добрались, да, Женек? Да. Ну, ночное приключение это вообще. Еле нашли. Ну да. Так что всё, пьём чаи и спать. До завтра. Женек, зверь какой-то услышал. Чё? Ага. Чё-то в тех пустах. Чё? 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 Доброе утро. Сегодня оно действительно доброе. Я прям счастливый. Очень рад, что мы сегодня отдохнули, поспали. Время что-то уже до 10 подходит. Пьём кофе и наслаждаемся моментом, что никуда сегодня плыть не надо. Вчера блуждали, искали землянку. Мы где-то вышли сначала вот там, метр в двухстах. То есть уже глаз уставший. Немножко координаты почему-то у меня неправильно сохранены были в телефоне. Но самое главное, что мы нашли этот дом, это просто в счастье непередаваемое было, потому что время к 12 подходило. Усталость, конечно же, определённая накопилась. Там почти 130 километров уже мы проплыли по реке, по двум рекам. И самое главное, что мне нравится этот поход. То есть если бы меня спросили, а ты хотел бы его повторить, да, я 100% хотел бы его повторить. Сейчас будем заниматься делами, немножко наведём порядок. В самой землянке подметём там, чуть-чуть около, снаружи порядок наведём. И я думаю, будем затапливать баньку. Наконец-то сегодня помоемся хорошенько, искупаемся, может быть вещи постираем. В общем, будем проводить сегодня день в удовольствие. Внутри в целом всё по-старому, никаких изменений нет. Печка, как и была ранее, всё та же самая. Здесь всё хорошо. Лежак. Кухонная мебель, скажем так. Я не знаю тут даже, ну а что тут рассказывать? Я уже тут три раза был, по сути. Всё по-старому, всё в порядке. А что же с баней? В бане есть определённые изменения. Во-первых, ручки появились. По-моему, их не было, да. То есть здесь вот такая вот ручка. Здесь вот такая вот ручка. Печка всё та же самая, как и была. Ёмкость для воды, которую мы зимой привозили, сюда приносили, на месте. Ей пользуется, по всей видимости. Это хорошо. И хорошо, что мы хоть что-то полезное сюда принесли, чем пользуются люди. Здесь зачем-то фольгой потолок отбили. Ну, сделали-сделали. Значит, так надо было. Ну, вот имейте в виду, да, кто сюда придёт, если бензопила есть, у кого-то можете её взять. Бензин тут есть, литр-полтора точно. И, по-моему, даже он... А, это уже смешанный бензин. А, масло для бензопил тоже есть. Вот. Всё. А это смешанный бензин. С этого, наверное, как раз и началось. Ну, вообще нет, Илюхи с Диманом. Ну, плюс-минус, по-моему, он приезжал, нашёл, да, и оставил. Да, что-то помню про пенёк, говорил он, Илюха. Надпись. Ну, вот. Ну, он первый раз, когда нашёл с пацаном каким-то, вот, они оставили надпись. Спрятать, да? Да, спрятаться надо будет, чтобы никто не зажёг его. Ну, нормально, декоративная полочка, в принципе, или столик, да, что-то положить. Да, телефон положить, что-нибудь. Ну, вообще... Токан поставить. Блин, классно. Искали-искали, топор тут не нашли. В живом виде. Нашли только вот... Такую деревянную часть, да, от топора и сам колон. Сейчас попробую как-то с подручными средствами насадить. Дело в том, что у нас есть свой топор походный, но он, по сути, только для того, чтобы щепки, например, наколоть. Вот такой вот... BR-Grills топор. Хотя я сильно сомневаюсь, что сам BR-Grills таким бы пользовался. Он действительно только для каких-то щепок подходит. Ну, а в любом случае, здесь топор же надо, чтобы был. Там дрова наколоть для бани, для печки. Попробую сейчас как-то насадить его. Сразу скажу, я не являюсь мастером по ремонту топоров, поэтому все хейтеры, успокойтесь. Делаю так, как умею. Отлично. Подогнал. Сейчас здесь еще попробую пропил сделать. И клин осталось бить. Посмотрим, сколько прослужит он. Ну, хоть какой-то теперь топор здесь есть. Вот так. сегодня уже пятый день похода и конечно же очень хотелось бы помыться в нормальных условиях баню будем топить весь день может быть и помоемся не один раз а по сути может все вещи постираем заодно какие у нас накопились грязные на такой плоскодонки так сказать она же стиле то есть там направляющие сидим и короче говоря пьем тут чай заедаем рыбой сушеный причем соленый ну вот так вот получилось остатки всяких вкуснях подъедали и не поверите подплывает сап оттуда выходит человек пообщались короче говорит подписчик моего канала ну и на оптимистом подписан андрей и именно этот человек следит за каменным домом мы вообще в шоке были просто но единственно попросил как бы в лицо не снимать поэтому поэтому кадров и нет его лица ну человек не хочет афишировать себя публично необычные ощущения то есть увидеть человека кто следит за каменным домом да я всегда хотел этого теперь теперь мы это сделали а то сейчас будем глиняной воды набирать но фишка в том что у нас вода около берега вся такая мутная с глиняная грязная особо в ней не искупаешься вон там дождик идет к нам и погоняем и погоняем а сидели там кофе пили чай кофе потанцуем ну здравствуй дождь хорошо чтобы сегодня здесь уже в тепле бежим Тихо! Хороша Банька. Супер! Счастье есть. Его не может не быть. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Байдарка, за то, что ты прокатил нас так хорошо в такое путешествие. Сейчас еще у костра, потом вечером посидим. Супер! Первый раз в этой землянке я прям по-настоящему отдыхаю, потому что всегда приезжали, какие-то дела тут делали, а сегодня удовольствие. Аж сон кладет. Поход, конечно, удается на славу. И если в первые дни как-то все шло постепенно, монотонно, то сейчас набирает обороты. И судя по тому, как все идет по нарастающей, завтра вообще что-то грандиозное должно быть. Ну, посмотрим. В лучших традициях походных блюд сегодня приготовим жареную картошку с лучиком. Она первая будет. Вот такой вот суп харчо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, вообще офигенно. Вот, кстати, там бы изгородь такой сделал сантиметров 30, да? Веточками сюда опустить, сюда опустить. Было бы прикольно. Сам проход было бы здорово доской выложить, чтобы можно было вот из дома в баню, например, да, там сходить или из бани там в дом. Дождь пошел, чтобы обувь не пачкать. Было бы очень удобно это сделать. Еще, кстати, емкость тоже Женька нашел и отмыл. То есть вот за землянкой где-то вот эта вот канистра обрезанная была. Она была вся грязная. Вот тоже отмыл он. Я думаю, можно будет ее потом в баню занести, чтобы смешивать воду, например, добавив горячий, холодный, горячий, холодный. Смешал до нужной температуры и уже мыться. Смешал до сих пор. Отличная банька прям. В этот раз она просто великолепная. Там сколько градусов уже было в последний раз? Под 110. Охренеть. Ну, считай, утром вот что-то 90-80, там 100 было, да, а сейчас вообще там 110. Отлично. Ну, а завтра пораньше встанем и отправимся в путь-дорогу. Вещи все собраны. Сейчас продукты перебирали. Лишние продукты тоже здесь оставим. Здесь уже все показали. Женька вчера потрудился на славу. Человек-эннержайзер. Вот он. А мы оставляем за собой еще, ну, просто знаете, имейте в виду тут каши, гречка, рис, макароны, кисель. Пакет. То есть те, кто сюда придут, вот, не забывайте, ешьте, угощайтесь. Так, сильно не убиваемся на старт, а там уже с непривычки все скатрованем потихоньку. Сейчас за нас и течение. Ветер, правда, боковой, боковой, да, но волны нет. Поэтому, в принципе, условия пока благоприятные. Единственное, нам сегодня придется реку переплывать и выходить в Волгу. Вообще по плану сегодня проплывать порядка 35 километров. Ну, что-то уже непонятно. Волна вон как поднимает треск. Давай гляди, наберем ее, чтобы ее еще слишком, дай бог, перевернемся. Сделали вынужденную остановку, потому что ветер просто сумасшедший. Сейчас все самые ценные вещи убрали в гербомешок, а он у нас один всего лишь. На случай, если вдруг у нас перевернет где-то, насчет переплывания реки мы пока еще не уверены. То есть, наверное, пока этого делать точно не стоит. Будем идти вдоль берега. Ну, а если вдруг, не дай бог, перевернет, то все самое ценное лежит в гербомешке. И оно хотя бы не на мокр и не будет функционировано. Посмотрим, может быть, будет здесь ловить интернет, было бы здорово посмотреть прогноз погоды. Вообще, на реке везде практически все маршруты интернет дуют нормально, и это хорошо. То есть, можно сверяться с погодными условиями, прогнозировать их изменения и как-то подстраиваться под эти условия. Становились тут беседка есть. Прямо на берегу. День рождения будем праздновать. Кстати, сегодня у моего отца день рождения. Можно было бы здесь отметить, было бы у нас мясо. Сидеть, шашлыки пожарить. О, умывальник, мыло. Немножко грязно, конечно, но это уже не наша проблема, не мы здесь мусорили. Вот ветер, вот днем 4-3. 3,6 западный. Не, ну вдоль берега-то можно попробовать идти аккуратно, если дождь не начнет сейчас. Я чувствую, что это опасная идея. Да. Да повыорачивай, блин. Левее, от волны надо уйти. Спиной встать. Вот, волк, хотя бы вот так. Вот. На вот это перейти сейчас в промежуток. А волна так и осталась, такой, как и была, по сути. Но ветер ее не нагоняет, и это уже хорошо. Плывем все равно вдоль берега. А вот насчет того, как переплывать речку, это я не знаю. Посмотрим. Надеемся, что к вечеру все-таки стихнет. Если это не погода, и волна немножко сойдет на нет, было бы здорово. Потому что проплыли всего лишь сейчас 5-6 километров, она мне 30 еще. А время уже 12, практически. Хотел бы все-таки сегодня завершить поход наш. Но не знаю, не знаю. Мы уже, получается, три раза пересекали Волгу под Ширяево. И не помню, короче, после Ермакова, после Мордова, где-то там. На один берег, потом на второй, чтобы срезать поворот. Более прямой путь выбирали. И сегодня мы будем пересекать второй раз в УСУ. Пять раз получится, мы переправимся через рейки. Интересный маршрут получился на самом деле. Но мне это нравится. Вот это профторы. Начинаем форсировать реку. Уже треть прошли. Как назло, погода изменилась. Ветер совершенно с другой стороны задул. Встречный. Сзади у нас течение. С левой стороны ветер. Получается сейчас волна. На середине практически все выше и выше. И становится слегка опасно. Сейчас сделали небольшую остановку. Дяденька нас обрадовал. Говорит, плыли две байдарки. Короче, одна утонула. Ну, где-то в этих окрестностях. Так что мы полны оптимизма. И мы бы не хотели повторить. Мы скралили. Да. Я на это тоже надеюсь. Блин, но волны пошли, зараза, сильнее и сильнее идут. Пытаемся резать ее. Тут загонали. Но что-то они все выше и выше становятся. Блин. Ох, как смотает нам. Весело. Представляю, форт. Заразим. Ай, блин, все, влезет заряд. Что-то уйдет все силки там ставят. С***. 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 Зараза, расстежь, расстежь. Нормально, нормально, идут. Зараз, главное, вверх, спирта. Вверх, старай, спиртят. Вверх, вверх. Беликова. Вверх, вверх, вверх. Громко. Вверх, все. С***. С***. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука волны, волны пасы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди сюда, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо идем, волна Да, идем Прямо не раскачивай лод Прямо идем Врядом Давай прайней попробуем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предметы спирены различные... Стоит ял, там или даже два яла, по-моему, было... Ну, когда мы плыли, мельком посмотрели, увидели... Ну, сейчас просто нецелесообразно туда возвращаться, пешком идти далеко... Телефон... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ветер стих... И волна тоже стихла... То есть погода настолько изменчивая, что мы когда оттуда стартовали... Сходить с того мыса... Было то же самое... Прям идеальные условия для того, чтобы перекрывать... А потом в Бент... Включили ветер... Встречную волну... И все... И уже практически шторм на реке... О, опоры лэпушки вон... Это значит, что Волга совсем рядом... А вон Итальяйте видно... Да... Все... Видим большую воду... Опоры лэп... Означает, что мы приближаемся к Волге... А на том берегу... Вдалеке... Город Тольятти... Ветер... Почему-то не хочет стихать... Но волна, слава Богу... Не такая высокая, как была до этого... Когда мы форсировали реку... Кстати... Сразу, когда мы попали в этот шторм такой... У меня в голову вспомнился фильм... Идеальный шторм... Как они там... Постоянно шли... На волну... То есть, боком такие волны проходить нельзя... Потому что... Перевернуть может... Мы, естественно, старались... Встречать все волны... Носом... В байдарке... Избавлять ход нельзя... Поворачиваться боком нельзя... Берег все дальше и дальше... Потому что волны шли... Не со стороны берега... А со стороны... Волги... Большой реки... И, соответственно... Как бы не хотелось... Как бы... Как бы не было... Желания... Прибиться к берегу быстрее... Пришлось нам... Максимально против волны идти... Ну, а когда они немножко стихали... Прям вот... Я вижу там два-три... Прогала волн... Больших нет... Мы старались поворачивать к берегу... И потом опять выходили на волны... И, в итоге, вместо того... Чтобы проплыть там... Километр... Да... Чтобы пересечь реку... Уста... Нам пришлось... Почти там... Двадцать с половиной... Пройти... Еще и на... Максимальной... Выкладке... Ой, какой ветер... С Волги тащить... По-любому... Там опять все волны барашка... Вдоль берега пойдем... Да... У нас печальные новости... Чем ближе к Волге... Тем выше волна... Причем мы даже около берега плывем... Буквально в пяти метрах... И мы понимаем, что, наверное... Маршрут не получится завершить... И найти до конца... До яблоневого оврага... То есть, примерно... Семь километров... Мы не проплывем еще... По той простой причине, что... Если сейчас выходить на Волгу... Там будет... Гара... Как она лепешка... И насколько я знаю... Там прям идет... Ответственные скалы... Из боков... Вдоль берега... И если вдруг... Что-то произойдет... То даже выйти на берег... Просто некуда... И насколько я знаю... По моей информации... Там даже были погибшие люди... Поэтому... Рисковать мы не будем... Я думаю... Мы и так вполне... Доказали сами себе... Что мы можем... Ну да... Не сто там... Семьдесят километров сколько... Не сто шестьдесят пять... А на семь поменьше... Но жизнь дороже... Все... Мы сошли на берег... В районе... Жигулей... Что это... Поселок Жигулевой... Получается... Я немножко обманул... Получается... Мы не доплыли 14 километров... До конечной точки нашего маршрута... Спасибо что посмотрели... Это видео до конца... Подписывайтесь на канал... Если не подписаны... Ставьте лайки... Пишите комментарии... Заходите к Женьку... На канал... Лесной Кот 63... На этом... Все... Пока... Пока...